Меня многократно обвиняли во всех смертных грехах и жестокостях разнообразных. Но я все время говорю, что мой подход отличается от сегодняшнего людоедского правила игры, которое существует тем, что я не предлагаю никого уничтожать. То есть, ну, решить, на самом деле, нужно двумя способами. Первый, самый простой, и тот, который отсутствует в Западной Европе, и в США особенно, это результат нескольких поколений жизни в биологически идеальных условиях. Я здесь недавно говорил об этом, это как бы рай. Потому что они благодаря ограблению Латинской Америки, Европы после Второй мировой войны, финансовых манипуляций, с помощью которых людям давали деньги, которые они не зарабатывали на самом деле. Вообще это развращает. Это развратило их так, то есть, обезьянник стал просто райским. Понимаете? И в этом райском обезьяннике не надо иметь систему двойных стандартов. Брюсик Виссарионович, я вот помню же, в советские времена очень хорошо, там до 30 с лишним лет при них жил. При этих советских временах всегда точно двойной стандарт. Один то, что мы говорим на кухне, второй то, что мы говорим в школе. При этом очень важная штука. Это все знали, все признавали. И какой-нибудь секретарь Акома, оказавшийся у вас на кухне, начинал вести себя совершенно адекватно. Да он как в родном месте. Ну, конечно. То есть, это система, значит, себя от личного восприятия. Либо она была двойная, и ни у кого не было сомнений. А вот в США, благодаря стараниям, их финансистов, которые на самом деле, по сути дела, обеспечивая, затыкая дыры и тогда, так сказать, создавая людям идеальные условия, делали под себя, по самом деле. Потому что теперь это все, за это придется отвечать. Потому что у людей первые нет стандартов. Они считают, что, как говорится, так оно и есть на самом деле. Ведь это же катастрофа. Вы представьте себе. Вот у нас был образ движения в сторону либерального капитализма всего там 25 лет назад. И все были в восторге. Мы сдавали там свою страну, экономику. И был просто свинячий восторг в тех же США. И всего лишь за 15 лет нас переделали в зверей в глазах американцев. Это что значит? Это значит, что системы двойных стандартов нет. То есть, объективной оценки происходящего нет вообще. И быть не может. И в России была примерно такая же история. Вспомните чеховские рассказы. До начала исторического материализма. То есть, до Октябрьского переворота все было ровно так же. Так же вспомните его рассказы о том, когда что-то там кто-то снимал. И прочее, и прочее. И там все с удивлением сталкивались с самим намеком на второй слой. Когда вот там с девушкой отношения не душевные, а просто она... Когда он считает счеты, говорит, а 200 рублей за что? Он говорит, как за что? И вот Чехов, собственно говоря, весь парадоксальность чеховских рассказов о том, что он пытался, человек умный и наблюдательный, пытался рассказать о том, что существует двойная система. Про врача, который начал там бороться за всякие... С безобразиями там, помогать бедным, несчастным и прочее. А потом закончилось с тем, что, по-моему, Ионыч называется. Когда он сидел и по вечерам уже в зрелом болеводстве просто считал трешки. И вот Чехов показывал, что существует двойная система. Ее не было в России так же точно. И огромное преимущество построения коммунизма неудачное. Но тем не менее в том, что возникла двойная система. Она не то, что она хорошая, а то, что есть адекватные события и неадекватные мечты, которым надо стремиться вроде как. Вот на Западе этого ничего нет. Поэтому на то, чтобы привести их, так сказать, в нормальное состояние, то есть сформировать систему двойных стандартов внутри каждой головы, потребуется тоже пару поколений. И причем таких суровых условий. Но я думаю, что они скоро наступят. И там у них прояснение в головах возникнет тоже. Все к тому идет.